В прошлом году была очень маленькая презентация в подаче, но в общем как-то с той поры все это и закончилось. Я не знаю, может мне удастся привести еще какое-то количество консультата, что я хотела сказать про книжку, что сквозной ее идеей является война на постсоветском пространстве. Здесь начинается с известного текста про Афганистан и далее война на территории Восточной Европы это Югославия, то есть бывшая Югославия и Украина, все заканчивается в Украине. Я сегодня буду читать в основном тексты, которые написаны в течение последнего полугода и более того, основной их корпус мы вполне себе могли избыть и видеть. В действующий здесь Евгений Маски, арт-директор мужчины в красной рубашке и в синей майке, Евгений Маски, он является вместе с своим коллегой, арт-директор Калининградского отделения Государственного Центра современного искусства, вместе со своей коллегией Еленой Цветовой являются, можно сказать, людьми, которые отчасти виноваты в возникновении этого цикла, потому что в начале июня этого года я была у них на конференции, которая называлась «Прощай оружие» под попросительным знаком. И там собралось некоторое количество разумных людей, которые понимают в теории войны, в теории конфликта. Это были и медийщики, и философы, и политологи, и я уже не говорю там про художников и так далее. Это были крайне насыщенные два дня, которые дали мне, и это была международная конференция, там был совершенно прекрасный мужик из Голландии, который был директором музея оружия. Из Голландии он был и он все равно, например, слогу, слогу там в российских комеках, это было просто смешно, в общем, все это. Вот, а потом, ну, как бы много, в Кашланке было много мыслей потом, естественно, потом она в Альбуре была, там, то есть было много впечатлений, да, и, ну, поскольку военные события современные для меня являются довольно тяжелым, постоянным фоном размышлений, то, в общем, вот такой цикл нарисовался. Но начну я не с него, я начну с такого Альбурдея. Станиславу Львовскому неделю назад он делал большой цикл такой познавательный в Доме 12, стихи про меня, и там, среди прочего, было довольно много, ну, то есть несколько стихов было современных поэтов, которые предъявляли стихи о русской поэзии, в разных, разных вариантах. Я вспомнила, что у меня есть просто туча стихов о русской поэзии, и вот, в основном они будут в этой книжечке собраны, и вообще я поняла, что то, что я прочитаю сегодня, очень связано с этим периодом, там, периодом в середину этого года. Поэтому для начала я прочту один из стихов о русской поэзии. Как слониха плачет или рожает, на позицию девушки провожает, как пехота дрожит, перед танками оптики исчезает, восходя, как воздух на небеси, как державин вертит иссовшей лапкой свой куриный мелок, а Цветаева, не той прорабкой, что глядит в потолок, как ломают руки и жмутся в угол, как жалеют кукол и любят пугол, как решаются замерзать в степи, как покойники гладят лицо, говорят, поспи. То ли чувство доброе пробуждает, то ли тащит за волосы до дом, то сожителя бедного заражает отвращением к яростью и спидор, то зубами, как снегом скрипит в подучи и за бороду боженьку ухватив, то ребенка пьет, то потенком лжет, нараслев на какой-то блатной мотиве. То фальшивые доллары напечатав, как Настасья Филипповна приколись, обнимая мужские колены катов, заведет истерический вокализм. Как дворянка дворника обожает, и нутро свое барское обнажает, собираясь высечь и лоб забрезать, а потом как полено его валяет, и немого треплет и умоляет человеческим голосом заговорить, потому что сама и далее, которые являются таким, видимо, началом этого личного цикла. Любовь не умерла, напейся из горла, пройди по острию, в груди моей пила, я не люблю ее, вот точно не люблю, и это не мое. Всю эту глубину, всю эту тягу ввысь, и этот человек, кого мы дождались, то умер, то устал, еще побудь со мной, то ледяной кристалл, то ливый запасной. А между тем, ты хотел бы, как люди, и лампу в углу, и детский жар, и ладонь моей матери здесь, и служба злому, и копцом, и мать. И ты почти никто, и египетская пыль, в одной из левых питерских квартир, и мертвое пальто, и блядский узкий мир. Еще побудь со мной, не уходи во тьму, про значения нас. Сочинял я строчки твердые, то ли камень, то ли металл, по ночам я фразы гордые, гранки годные читал, и смотрел в державный нос, золотой империал. И страна смотрела демоном, и прослушала, и дебе, я ж играл с аджетом Лемоном на кларнете в трубе. Я рассказывал историю, гитарный перебор про Аврору и Асторию, так что плакал Гий Дебор. Эти принципы моральные, клятвы именем отцов, эти прелести оральные, этот кодекс модельцов. Нас любили девы строгие, злоубогий самоздат. Как говорим при многе, ты осёл, но ты пиздат. Если клип мафиозная подымала компромат, сразу женщина серьёзная шифровала письма в ад. Обращал ко многим лицам человеческий овал, части тела в пастельнице, сам быстрее косовал. Ничего своим сестрицам никогда не забыл. Я лежу в земле по гибели, при астральных орденах. Вы никто меня не видели, даже не сдарайтесь нах. Господа мою порогу позабудут навсегда эту бедную мелодию. Сцена истории, она крайне вообще написана примитивным языком. Вот чёрт вы будете даже слушать, это крайне примитивные размеры, рифмы, бесконечные цитаты, в том числе самоповторы и вообще какие-то пылесовые дактилы. Я бы сказала, в общем, это очень много дактилей во всем этом.